Шре Арубиндо в своё время написал книгу и вообще создал теорию, которую называл «Новый человек». Шре Арубиндо «Приключения сознания» или «Путешествия сознания» мечтал «Новый человек». Потом о новом человеке или о гармоническом развитии человека мечтал Гуджиев. Гуджиев, который принёс на Запад кусочек Духового Востока, Институт гармонического развития человека. Потом Станиславский и Чехов занимались снятием нервно-мышечных зажимов у человека для того, чтобы актёр был свободен, легко входил в роль. Надо было, конечно, чтобы Станиславский дал это всему миру, не только актёру, а и вам, и мне, и всем. Но тогда не было таких приёмов, чтобы всем раздать. Это инструменты, которые должен каждый человек иметь для того, чтобы сохранять ясность ума, уверенность в себе, выходил на творческое состояние и так далее. То же самое Карл Маркс, оказывается. Он говорил о том в «Капитале». Я просто вам хочу сказать, что мне одна же профессор, которая объясняла, о чём капитал, она сказала, что Маркс мечтал о том, чтобы человек займел личное время. Потому что все эти революции происходят, чтобы освободить человека от этого наёмного труда, чтобы он хотя бы время от времени был самим собой. Скажу вам, что счастье – это быть собой. А вот сейчас обсуждают в науке, в психологической науке теорию, значит, дефолта мозга. Дефолт мозга – это такое состояние, когда человек остаётся самим собой. То есть он не задействован постоянно на все жители, да, не задействован, а свободен. И вот в этом свободном состоянии он лучше понимает, что ему делать, как ему быть, чего он хочет, как этого достичь. То есть он становится человеком. И вот сейчас вот как раз таки оказывается, счастье – это быть собой, а высшее счастье – это быть собой вместе. И вот сейчас мы продумываем, как защититься от новых угроз, нарушений экологии, искусственного интеллекта, которым владеют владельцы этой платформы, посадили нас в изоляцию и так далее. Как защититься? Так вот счастье – быть собой, быть человеком, а совместно – совместно. Вот я думаю, такая национальная идея должна быть, чтобы мы создали такую международную платформу. Потому что совместное счастье – это сотворчество. Чтобы нормальные люди противопоставили искусственному интеллекту, который нас хочет сделать рабами. Да. Человечество защищается против этого. Именно объединением – это мост дружбы народов. Это вот как раз таки нормальные люди, которые между собой общаются. И вот если Гуджиев говорил о гармоническом развитии человека, а Рубин – да, новый человек, а там есть еще теория «да и пламени», кому интересно, посмотрит. Все хотят вот этого нового человека. У нас человек будущего, школа. Так что же это за человек будущего? Да, это человек с вечными человеческими ценностями. Да. Чтобы сохранить человека на Земле, разуме, на планете. Вот чем я занимаюсь.